Жень, я хотела бы тебе задать несколько вопросов о твоей работе в компании Томашевской партнеры. Это вообще твое первое место работы или где-то ты работал ранее? Да, это мое первое место работы и тут на самом деле интересная история произошла, потому что я пришел сюда в 2021 году и я тут стажировался. И нас тогда было, кстати, еще довольно мало, то есть по сравнению с тем, сколько сейчас стажеров, у нас было всего двое, по-моему. И вот тогда был третий курс, было тяжело совмещать объективно из-за учебы и поэтому я принял решение временно приостановить работу, ушел, а потом вернулся уже с следующим, по сути, заходом стажеров. И я отбирался, отбирался, дошел до конца и мне говорят типа, ну может быть лучше ты уже на постоянное место работы сюда придешь, уже на должность помощника. И вот я с 2022 года изначально работал помощником, а теперь я тут младший юрист. Здорово. А как вообще обстоят дела с карьерным ростом? Насколько долгий путь и насколько тяжелый путь нужно пройти, чтобы стать помощником, младшим юристом? А на самом деле это зависит от того, ну вот на низких должностях это все гораздо быстрее проходит, то есть у нас ребят повышали, вот у меня знакомый, его повысили даже буквально за, даже меньше, чем за полгода работы, он уже стал младшим юристом из-за помощника. И в принципе у нас политика компании такая, что повышают примерно от полутора до двух-трех лет в зависимости от должности, в зависимости от достижений человека и все конечно опять же самое главное, что все обсуждаемо. То есть, например, кого-то могут повысить быстрее, кого-то дольше, ну и опять же это зависит во многом от должности, потому что на младших позициях повышение происходит быстрее. Чем больше, чем выше позиция, тем больше там требуется опыт в компании и опыт в целом, поэтому там повышение происходит уже не так быстро, как на более младших позициях. Понятно. А расскажи, пожалуйста, про загрузку. Хватает ли вообще свободного времени на хобби, увлечения или ты весь целиком полностью в работе? Знаешь, тут надо поймать волну, я бы так сказал. То есть, ты должен понять, что консалтинг – это штука, прежде всего, не с большой нагрузкой, а с неравномерной нагрузкой. И ты должен понимать, что иногда может быть, например, мало нагрузки, и ты должен планировать свои дела, исходя из вот тех периодов, когда мало нагрузки. А когда много нагрузки, то тут уже планируешь что-либо сложнее, и приходится выкладываться на полную. То есть, нельзя сказать, что прям постоянно соковыжималка, но вот бывают моменты, когда загрузка очень большая, и в такие моменты, конечно, сложнее уже что-либо планировать, сложнее какие-либо личные дела делать. Но это, в целом, наверное, особенность консалтинга, как институциональная такая особенность, коммерческая консалтинга. Поэтому, я думаю, это нормально вполне. Я слышала, что у вас в компании достаточно много традиций. Можешь рассказать про свою любимую традицию и просто рассказать, самую интересную, которую ты считаешь? Самую любимую традицию. Ну вот у нас есть традиция, она довольно-таки молодая, в принципе, одна из. Это собираться, по-моему, под средом это происходит. Но там все гибко, все обсуждаемо. И мы там, партнеры рассказывают о новостях фирмы, мы едим фрукты, общаемся. То есть, это традиция таунхоллов, так называемых. Это довольно-таки сильно сплочает коллектив. Все могут пообщаться, вне зависимости от вашего уровня, в плане позиции в фирме. Все общаются, тусят, отдыхают. Это очень интересные моменты. Я думаю, это одна из таких традиций. Потом еще классная традиция — это дача обратной связи по отношению к старшим коллегам. То есть, у нас с этим все лояльно. И ты можешь давать обратную связь, как и на тех, с кем ты работаешь младше по позиции, и на тех, кто старше по позиции. То есть, тебя выслушают, HR поймут все, эти моменты будут учтены в будущем.